Так, друзья, всем привет! Рад вас видеть на канале. В этом видеоролике хочу вам показать и рассказать, как можно сделать своими руками натяжной потолок. Поэтому вам желаю приятного просмотра и давайте разбираться по порядку. Мы находимся на объекте. За моей спиной домик размером 6,5 на 9,5 метров. Это домик в стиле барнхауса. У нас наружка практически сделана на 99%, внутрянка тоже процентов на 90% и уже заканчиваем поэтапно разные помещения. В данном случае сегодня мы будем работать в ванной. У нас уже сделана плитка, установлены все необходимые агрегаты водоснабжения. И по сути нам осталось сделать потолок и установить дверь. В этом видеоролике я расскажу вам, как это сделать все своими руками максимально быстро, просто удобно, чтобы каждый из вас смог с этим справиться. Заказал я потолок на Marketplace.me под свой размер помещения. Пришел он вот в такой упаковочке. Давайте распакуем и посмотрим, что он из себя представляет. У меня тут классический белый потолок, но также имеются в наличии цветные полотна и финишная вставка в цвет. А также есть полотно аж с фотопечатью. Поэтому выбор очень большой. Так, быстро, скажем, быстрая распаковка. Посмотрим, что у нас есть. Это полностью готовая инструкция по установке потолка. Есть у нас тут такая наклеечка, бабочка. Это декор. Сверху у нас встречает само полотно. Полотно чуть больше размера вашего помещения, но это удобно. Также есть дюбеля, если нам надо закрепиться в бетон-газоблок. Есть малярный скотч, есть суперклей. Суперклей нам, кстати, нужен будет для проклейки колец. И также есть закладные под светильники, 4 штуки. Также есть закладная под большой светильник в вашей комнате. Тут, я понимаю, есть вот они, пластинки для установки всех вот этих закладных конштейнов. Дальше нас встречает гарпун плюс вставка. Также есть комплект перчаточек, чтобы все было чисто, аккуратно. Пластиковый багет. Назовем его так. Я своим сленгом называю вещи. Есть лопатка для установки гарпуна. Есть вот эта штучка, я не знаю, кто знает, напишите в комментах, потому что я не профессиональный потолочник. Ну и, конечно, я так понимаю, набор саморезов, крепежа для работы со всем этим оборудованием. Так, друзья, вот такое у нас помещение. Это санузел, плиточка везде уже сделана, все проклеено, электрика заведена, кабель под вентиляцию заведен. Соответственно, можно делать потолок. Начинать, то есть надо в первую очередь закрепить по всему периметру профиль. Сейчас будем все это отбивать лазером и делать подготовку. Как видите, профиль имеет две стороны. Одна ровная, вторая с зубчиком. Та, которая сторона ровная, это будет располагаться на улицу и именно сюда будет заходить натяжной потолок. А с зубчиком это мы располагаем к стене. Это важно, не перепутайте. Для начала сейчас распакуем профилья. Возьмем четыре штучки, подпилим с одной стороны и начнем их располагать по углам всей комнаты. Сейчас увидите. Если вам нужны дополнительные комплектующие для натяжных потолков, то их можно выбрать в этом магазине. Кварт-код видите на своем экране. У них также есть отличная фишка. Инструктор по монтажу, который на связи с 8 до 5 вечера по Москве. Ему можно позвонить и задать свои вопросы. Это очень круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, немножко объясню. То есть, вот сейчас делается подготовка. По лазеру отбиваю для крепления профиля. Сначала делаю угловые. Вот первый сделал, просверлил, закрепил. Все по лазеру, все четко. Сейчас сделаю второй, третий, четвертый угол. Потом добираю остатки, промежутки. И как это сделаю, включимся и покажу. Потому что после закрепления планки, надо сразу заранее раскидать электрику будет. А потом уже можно будет двигаться дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, небольшой отчет. Вот, выставили профиль по всему периметру. Все по красоте. Все ровненько. То есть, во все отверстия, которые только можно, я засверлился, закрутился. Чтобы все было на своем месте. Так, сейчас я выполню небольшую подготовку по электричеству. Отобью четыре точки. Тут будет четыре светильника. Точечных этого, в принципе, достаточно. Есть еще окошко, света будет хватать. Потому что даже с одной лампочки довольно светло. Расклепаю сейчас электрику на четыре точки. И займусь вентиляцией. Как это все подготовлю, можно будет приступать к натяжке потолка. Будем разгонять его сначала по центрам. Крепить гарпуном. Потом центра поперек. И уже вытягивать углы. Ну, это все покажу. Пока занимаемся подготовкой. Так, я сделал все заготовки. У нас стоит вентиляция. Расточена электрика. Можно попробовать натянуть потолок. Вторую камеру я использую как помогатор. Штатив, камера. Это выручает пушка. Нарезал вот таких гарпунчиков. Тут есть длинненькая сторонка и маленькая. То есть, все логично. Где длинная, у нас идет к длинной. То есть, у нас есть вот такой профиль. И, соответственно, как нам показать, чтобы удобнее было. Вот так, наверное. То есть, где у нас гарпун? Он встает со стороны гарпунчика, скажем так. А где гладенькая, длинненькая, так же гладенькая и длинненькая. Все максимально подробнее. Так, находим центр полотна и цепляем на центр полотна. Потом противоположная сторона, а потом две боковушки. И уже дальше будем потихоньку его растягивать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, подснимем каждый этап. У нас есть лево-право и лево-право. То есть, теперь таким макаром сейчас мы будем постепенно его растягивать по углам. Чтобы добиться максимально сильной натяжки. И чтобы все было ровненько. Потом эти излишки спокойно обрежутся. Тут можно не пугаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, опять включаемся в работу. Сегодня у нас второй день. За первый день я приехал в обед, работал до шести вечера. Я потолок сделать не успел, потому что много дел разных дополнительных работ. Давайте пробежимся, что у нас осталось. Во-первых, я растянул потолок, но еще не дотянул углы. Сейчас я этим займусь. Подровняю, подтяну, поднатяну, закину группуны. Вечером я занимался. Я сделал полноценно полностью всю вентиляцию. То есть, можно нажать временный выключатель. И услышать, как она работает. То есть, она будет запитана вместе со светом. Всю электрику я полностью раскидал. То есть, все готово. Теперь осталось добить потолок. Сейчас будем протягивать. И покажу вам уже финишную прямую. Поэтому в одну каску сделать потолок даже за полдня, это вполне реально. Если сделать всю подготовку. Учитывайте этот факт. Работаем! Так, друзья, еще один этап работы готов. Смотрим на, что у нас есть. Мы полностью просунули гарпун. Весь профиль протянули. Углы вообще постарался максимально выровнять. Прямо по максимуму. Видите, прям максимально хорошо. То есть, все отлично. Если тут какой-то перепадик есть, это стык. Можно было, кстати, его немножко закрыть малярным скотчем. Но у нас тут будет еще вставка, которая это все спрячет. Поэтому сейчас следующим этапом будем отрезать лишнюю ткань. Делать это будем канцелярским ножом. Так что все отлично. Полотно натянуто очень мощно. Прямо вообще пушка. Поэтому продолжаем работу. Прямо. 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 Продолжение следует... 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 Потому что помещение у меня маленькое Провисание возможно будет от этих светильников Но оно будет там меньше сантиметра Глазами вы этого никогда не увидите И даже вы об этом не узнаете Если вам это рассказать То есть если помещение было бы больше 3х4, 3х5 Светильников уже не 4, а 6, 8, 10 Может 2 контура То конечно лучше делать закладные Это ничего сложного нет То есть по лазеру можно выставить И никаких проблем нет В принципе из таких моментов Я больше ни с чем не столкнулся Довольно все просто Довольно все банально просто Отбили лазером, закрепили профиль Крест на крест закрепили потолок Кусочками гарпуна, растянули по углам Подрезали весь потолок Дальше Если у вас электрика уже растянута Клеим, размечаем рулеткой, лазером Сколько вам надо светильников У меня это было 4 штуки Я даже размер запомнил У меня от стены было 66 А 88 от другой стены 4 крестика Наклеили 4 кольца 5 минут водички попили Вырезали кольца Светильники через ваги закрепили Поставили И затянули финишной планкой Ну финишным гарпунчиком Все, потолок готов На словах конечно просто Ну и в работе не так уж сложно Поэтому я уверен каждый справится С таким потолком Все полезные ссылки я оставлю в описании Пользуйтесь Экономьте деньги Набирайтесь немножко опыта Потому что все равно Надо развиваться Надо чему-то учиться Надо двигаться Ну и как говорится Глаза боятся А руки делают Поэтому у нас еще 2 комнаты А в одной комнате Надо поклеить обои Во второй комнате В коридоре Надо сделать закладную балку Поэтому друзья Обязательно подписывайтесь На телеграм канал Там я буду показывать Тоже как какие-то моменты Но там в принципе Вообще еще проще Потому что в круг у нас Дервяха Еще раз спасибо Ставьте лайк Пишите ваши комменты Ну а мы с вами увидимся В следующем видео Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok